Я являюсь иноагентом, а это значит, что по мнению некоторых людей в России, я против своей страны, я предательница, я за деньги каких-то иностранных государств критикую власть в России. Должна вам сказать, что я действительно критикую власть в России, действительно мне многое там не нравится, очень многое вызывает у меня вопросы, но делаю я это по велению своей совести и души, потому что я являюсь настоящим патриотом своей страны, я хочу, чтобы все в моей стране жили счастливо, долго и были здоровы. Для этого есть все инструменты, и одним из них мои коллеги иноагенты посоветовали мне воспользоваться. Говорят, что статус иностранного агента, он нисколько не дискриминирует людей, так вот я хочу это проверить. Я хочу вместе с моими коллегами, которые более активны, чем я, баллотироваться в Московскую городскую думу этой осенью. И я знаю, что еще 45 человек, еще 44, кроме меня, будут это делать для того, чтобы в Московской городской думе было 45 человек, которые действительно переживают о судьбах своей родины. И к тому же, конечно, я хочу привлечь внимание к этим еще одним недовыборам, которые будут у нас в октябре в Москве, и напомнить всем тем, кто живет в Москве, что их жизнь, их статус и их благоустройство, благоустройство их территории, их жизни абсолютно в их руках. Ребята, не проходите мимо выборов в Московскую городскую думу, как это делаю я. Приветствую вас, друзья и не другие. Так, Татьяна Юрьевна Лазарева, иностранный агент, примет участие, по ее словам, в недовыборах, как она говорит, в Мосгордуму. Я один раз всего видел Лазареву живьем, она приходила на эфир в программу «Правда-24», и мне она показалась человеком невеселым, несмотря на то, что у нее кредо, юморист, а главное, нечестным. Это не имеет отношения к ее политической позиции. Лживыми могут быть люди и турбопатриоты, и кто угодно. Не об этом речи. Это чисто человеческая оценка, моя вне политического контекста. Но мне будет любопытно, примет ли она участие в выборах раз и два, сколько людей за нее проголосуют. Все время ведь за Ксенина Анатольевича проголосовали. Я в этом контексте не могу не вспомнить эпизод один. У Александра Борисовича Градского был товарищ, знакомый его по фамилии Лебедев. Он даже приглашал его иногда на дни рождения, ну, то есть они так дружили. И когда вот были те самые выборы, в которых Собчак принимал участие, Лебедев написал в незапрещенном тогда еще в Фейсбуке пост, что все те, кто не проголосует за Ксению Собчак, это подонки. И после этого дружба этого Лебедева с Сашей, с Александром Борисовичем Градским закончилась моментально, потому что Саша не захотел носить юрлык подонка в системе координат своего приятеля. Впрочем, песня совсем не о том. Я к чему это говорю, что у людей самые разные бывают мотивы иногда. Почему они голосуют за того и за иного? Но вот мотивы тех, кто себя выдвигает, они почти всегда одинаковые. А вот никогда вы не задумывали, что, ну, вот имидж у вас, девушки из КВН, девушки из ОСП-студии, ну, то есть вот, комедия-вуман, как сейчас принято говорить, и боготворительность, вот так они как-то не очень коррелируют. Нет? То есть вы считаете это нормально? А вы, судя по всему, нет. Нет, я-то вообще, у меня вообще нет никакого мнения. То есть оно у меня есть, но я слишком дорожу, чтобы выделиться. Со мной. Спасибо. Миллионами. Поэтому я просто в Фейсбуке говорю, с кем я встречаюсь, и мне накидывают вопросы. А я их просто тратил очень удобно. Прекратно, очень удобно. Получайте за это деньги, да? Да, кстати, немалые. Ну что ж, прекрасно. Тогда давайте вы мне будете читать вопросы из Фейсбука, а я на них буду отвечать. Давайте я вам воспроизведу. Хотя у меня, в принципе, тоже есть Фейсбук, и я могла бы не тратить время, а не приходить сюда и отвечать прямо там на вопросы. Все-таки у нас эфир больше, чем... Вы же так же, как я, ограничены числом подписчиков. Сколько у вас? 5-5 тысяч. А у меня 140. А, то есть у вас на страничку. У меня, я боюсь, больше, чем у вашей передачи, нет? А, у нас передача даже, по-моему, не... А, нет, у нас есть страничка, я просто не слежу, сколько там подписчиков. Но это хорошо тогда. Это было бы странно, если бы у нас у гостей было бы меньше подписчиков, чем у нас самих. Тогда бы это было совершенно неосмысленно. Действительно, тогда бы мы остались без ведущих. Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Когда, если этот режим пойдет и война закончится, точнее, не если, а когда, то Украина, безусловно, будет экономически поддержана, и она будет восстанавливаться, и там будет все новое строиться, новая инфраструктура с помощью всего мира. А Россия это так и будет сидеть в жопе с санкциями. Санкции так быстро не снимаются. И восстанавливать Россию никто не будет. Я общаюсь с украинцами, которые понимают, что русские разные. И я как раз представитель тех русских, с которыми можно общаться, которые понимают, что у нас есть общая цель свержения режима, который сейчас есть в России, потому что от него бегут и страдают все. У нас общий враг. Нам не нужно объединяться и разъединяться. Ехай нахуй Ехай нахуй Ехай нахуй Навсегда Ехай нахуй Ехай нахуй Ехай нахуй Навсегда Субтитры сделал DimaTorzok